так здорово короче появился такая идея на ю тубе кто-то написал под видео одного чувака что типа gta идет только на четырех ядерных порцах gta 5 я написал что у меня и 3 у меня она идет без проблем у меня написали что типа она у тебя идет потому что у тебя гипер трейдинг и два ядра физических и плюс 2 виртуальных то есть всего четыре потока но я до этого не тестил и у меня как бы было мнение что это гипер поточность то есть гипер трейдинг он вообще никак не влияет и тут я решил попробовать а действительно влияет ли он вообще на игры или нет то есть отключить сперва гипер трейдинг и играть чисто с двумя физическими ядрами а потом включить играть с двумя физическими ядрами и с двумя виртуальными то есть четырьмя потоками вот и в итоге к своему удивлению огромному я выяснил то что гипер трейдинг он реально влияет причем заметно влияет но он влияет только в том случае если игре не хватает процессора даже без гипер трейдинга то есть если игра какая-нибудь не требовательная к процессору и она даже без гипер трейдинга процессор не загружает на максимум то даже если ты включишь этот гипер трейдинг толку не будет потому что ей даже без гипер трейдинга этого процессора хватает, то есть понимаете, да, в общем прикол, поэтому гипертрейдинг он покажет результат только там, где процессор, где игра очень сильно грузит процессор, как без гипертрейдинга, так и с гипертрейдингом, то есть если без гипертрейдинга процессора не хватает и игра его там грузит на максимум, то включив гипертрейдинг вы получите некий прирост, причем прирост, ну ощутимый, потому что я потестил и в Ведьмаке, в GTA V, в Unity, наверное, еще в кризисе посетирую, и везде есть прирост, причем значительный, вот, итак, сперва я отключаю гипертрейдинг, то есть сейчас, вот он, сейчас он у меня включен, я его выключу, сохраняем, выходим, итак, вот как видно, два гидра, два потокового процессора, там параллельно еще мониторинг видеокарты, и для начала Ведьмак, итак, вот Ведьмак в лесу, сейчас уже 750 стоит, причем она везде будет в разгоне, то есть везде, и с гипертрейдингом, и без гипертрейдинга, везде будет разгон, и везде будут одинаковые настройки, то есть я не знаю, чувствуется ли это, но сейчас немножко подлагивает во время того, как я кручу камерой, блять, а вот на видео это, скорее всего, не будет ощущаться. Хотя фпс точно такой же, как и без гипертрейдинга, видите, здесь даже в лесу прот загружен практически на максимум, то есть видите, он скачками, и пиковая нагрузка это 100%, поэтому во время обзора подлагивает. Так, ну а вот теперь город, то есть видите, фпс-то он вроде не такой уж и низкий, но при этом движения камеры, они какие-то очень прерывистые, то есть они уже в лесу были прерывистыми, а здесь в городе так вообще. То есть видите, я кручу камерой, как сильно все прерывисто, при этом фпс, ну, конечно, уже низковатый, еще ниже. Ну, с гипертрейдингом-то он примерно такой же, но прерывистости в движениях камерой нету таких сильных, там они очень редко возникают, и они не сильные. Здесь же вон как все прерывисто. Я не знаю, блин, будет ли это видно на видео. О, видали какие фризы? Ни хера себе. То есть видите, как все прерывисто, и фризы ни хера себе огромные. Так, ну, в принципе, этого хватит, я думаю. И вот как загружен процесс, то есть вы только посмотрите, охуеть, и видеокарта, вот это результат, ни хера себе. С гипертрейдингом такого даже близко нету, причем даже до сих пор все лагает. А, видимо, игра даже не вышла. Да, вот она, блядь, сука. То есть видите, какая хуйня. Так, это был Ведьмак без гипертрейдинга. Теперь GTA. Так, вот GTA без гипертрейдинга. Настройки те же самые, с которыми я играю обычно на 750-й. То есть вот они. Вот опять же, прерывистая картинка, хотя FPS не такой уж низкий. Прерывистая картинка, я не знаю, будет ли опять же это передаваться по видео. Вот когда камерой двигаешь, это очень сильно заметно. С гипертрейдингом ничего подобного, даже близко нету. Особенно сейчас, когда начну ездить. Ну, блин, я надеюсь, вы это ощущаете. То есть FPS-то не такой уж и низкий. 30-24 FPS нормально. Тут влияет на восприятие именно прерывистости. Да что, блядь, сука. То есть, видите, я даже из-за этой прерывистости ездить нормально не могу. Не потому что я камерой туда-сюда херачу, а потому что, блядь, невозможно управлять нормально. Ты камеру поворачиваешь, то есть мышку крутишь, а камера поворачивается только через какое-то мгновение. Так, это была GTA без гипертрейдинга. Видите, то же самое. Проц просто усирается на 100%. Видеокарта простаивает наполовину. Вот такая вот хуйня. Так, ну вот Unity. Опять те же самые настройки, с которыми я обычно играю. То есть максимальные. Без гипертрейдинга. Видите, FPS. FPS, он, во-первых, опускается ниже, то есть до 17, до 18. Постоянно, причем вот в этом вот месте, особенно толпа, он 15 даже. С гипертрейдингом такого нету даже близко. Опять же, прерывистость в движениях. Она более частая. То есть, прерывистые движения гораздо сильнее. В принципе, конечно, даже это нельзя назвать слайд-шоу. Как бы, но это неприятно. То есть, видите, тут не столько FPS низкий, сколько камера, она движется медленно, чем я мышку кручу. Постоянно какие-то, ну, блядь, вот эта вот прерывистость, как я уже тысячу раз сказал. О-о-о, а вот и фриз. При этом, смотрите, какие фриз длинные. Ужасно длинные просто. Так, ну и смотрим, как загружен просто. То есть, тут вообще полный пиздец. Процессор на 200% загружен. Видеокарта загружена в среднем на 60-70%. А то даже и вон 50 или даже 40. То есть, здесь вообще он, вот этот момент фриза, здесь вообще 0%. Так, ну вот Кризис-3 без гипертрейдинга. Опять-таки, настройки те же, с которыми я обычно играл. То есть, все на максимум, в общем-то, кроме разрешения. Но тут здесь вообще просто пиздец творится. 16-12 FPS, 10. Опять же, все прерывисто, ужасно. То есть, ну, играть вообще нереально. То есть, здесь реально слайд-шоу. Здесь еще, где локация маленькая, в общем-то, нормально. Вполне даже нормально. Но тут, здесь вообще просто жесть. Здесь реально слайд-шоу полнейшее. Так, и вот что творилось в Кризисе. То есть, процессор опять же полностью загружен. Вот, кстати, то место, где локация как бы поменьше. То есть, там тупо стена была. Здесь процессор сразу разгружается. И вот это место тоже. И поэтому видеокарта работает получше. Вот и вот. А там, где локация большая. Тут вообще, где карта на 30%, 20-30%. Все ужасно глючит, тормозит, лагает. То есть, такая охуяня. Так, ну вот, напоследок решил, собственно, показать то, что в игре, которая нетребовательна к процессору. Что с гипертейзингом, что без него результат будет практически одинаковый. То есть, вот Ваннишникова Феттенкартер. Игра очень красивая. То есть, красивее большинства других игр. Даже некстгеновых. Но при этом процессору нетребовательна. Потому что, то есть, вот, опять-таки, настройки те же самые. И видите. Ну, кстати, здесь даже появилась небольшая прерывистость. Но она не сильно ощущается. И самое главное, фпс. Тот же самый, который был. И без гипертейзинга. Да, кстати, прерывистость даже здесь все-таки есть. То есть, рывками немножко. Я думаю, даже это чувствуется. То есть, видите, когда камеры включу. Блин, это должно ощущаться, сука. Если все эти прерывистости не ощущаются, это, конечно, будет лажа. Потому что мне, когда я играю, очень сильно ощущается. То есть, моментально, сразу же. Но, по крайней мере, фпс не падает. И эта прерывистость, она не так критична, как, допустим, в GTA. Как в кризисе. И в кризисе там не только прерывистость. Там и фпс падает просто до ужаса. То есть, вообще неиграбельно. То есть, видите, с гипертрейзингом процессор. В общем-то, у него еще есть небольшой резерв. А без гипертрейзинга даже видеокарта простаивает. Я охуеваю. Ничего себе. Но, тем не менее, все-таки здесь не так сильно критично. Вот. Ну, собственно, теперь гипертрейзинг включаю. И также сохраняю и выхожу. Теперь, как видим, два реальных ядра. То есть, вот, два реальных ядра. Ядра, блядь, ядра. Два физических ядра. И два виртуальных. Вот. Ну, и опять-таки, начну с Ведьмака. Так, ну, вот, как видим здесь. Как в лесу. Причем, что вверх смотрит, что вниз. ФПС. Все-таки немножко выше. И самое главное движение плавное. То есть, никаких рывков нету даже близко. При этом вот здесь, видите, вот в чем самая главная разница. То, что тогда без гипертрейзинга даже в лесу процессор был загружен на максимум. С гипертрейзингом он загружен там на 50-60%. Нет, 60-70. Вот. Видите, какая разница. Ну, вот теперь город. Самые трудные места в игре – это города, тяжелые в смысле. И уже сейчас я чувствую то, что прерывистость не такая сильная. То есть, здесь микрорывки какие-то есть, но они не так сильно ощущаются. То есть, я вот так же камерой кручу. Как в прошлый раз. Я думаю, вы сами это чувствуете, то, что рывки они уже не такие сильные. И фпс, главное. Вы вспомните, как, посмотрите, точнее, как было в прошлый раз. Тогда до 20-ти он просаживался. Сейчас 27-м минимум. То есть, да, все равно просадки есть, но они уже не такие сильные. Теперь даже в городе процессор… Ну, в общем-то, да, он загружен на максимум. И видеокарта также загрузка прерывистая. Но теперь, по крайней мере, это не так сильно выражено, как без гипертрейдинга. Это опять те же самые настройки. И видите, фпс абсолютно… То есть, движения абсолютно плавные. Ну, практически на 99%. Но на машине это будет заметно гораздо сильнее, потому что тогда на машине вы сами видели, что творилось. Сейчас же на машине. Ну, практически абсолютно плавно. Также кручу-верчу камерой. Фпс-то практически тот же, но… Видите, прерывистости уже практически нет. Маза в каждом мужчине. Крутку чуть-у-ти. Достаточно. Продолжение следует... Видите, я верчу камерой, она вроде как не очень быстро крутится, но нету, по крайней мере, этой прерывистости. Ну, в принципе, процессор тоже почти на 100% загружен, но видеокарта простаивает, в принципе, тоже простаивает довольно сильно, но, по крайней мере, прерывистости, я думаю, это все-таки будет видно на камеру, такой сильной прерывистости нет. Так, Assassin теперь с гипертрейзингом. Ну, тут, в принципе, не сказать, чтобы сильно все изменилось, но, тем не менее, изменилось. Потому что я вот так же кручу камерой, а рывков-то особо нету. FPS, в принципе, наверное, тот же. Видите, рывков особых нету. И пока что, в принципе, даже не фризит. Ладно, сейчас попало бы подальше побегать. Нет, видите, людные места довольно обширные. Ну, в принципе, фризов нету, FPS держится не ниже 25, и рывков нету практически, в крайней мере, сильно ощутимых. Ну, так же, в принципе, все проседает, но, тем не менее, эффект ощущается. Так, ну вот, Кризис-3. Настройки все те же самые. Тогда было около 10 FPS, и рывки были очень сильные. Сейчас, в принципе, так же, не очень быстро, скажем так. Ну, я думаю, вы сами видите и по FPS, и по рывкам. Раза в два все быстрее. То есть, сейчас просто FPS низкий. Рывков нету особо. Ну, естественно, так же, в замкнутом пространстве маленьком, тут вообще, вон, 50 FPS. Но вот здесь вот особо сильно увиден эффект. Тогда очень сильные рывки были, FPS около 10, или даже ниже. Сейчас FPS около 20-18, и рывков нету вообще. Просто низкий FPS. А тогда было вообще слайд-шоу. Вот, опять же, вот эти места замкнутые. Тут FPS выше, и загрузка видеокарты, ну, около 100%. А здесь вот эти открытые места, загрузка все-таки уже повыше немножко. Тогда вообще около 40% было. Сейчас около 60%. Ну, процесс арта выше загружен. Но, благодаря гипертрейдингу, видите, все четыре потока, они все используются. И благодаря этому все-таки картина значительно лучше. Ну, и для полноценности все-таки еще вонит шинков и танкартер. То есть, видите, теперь с включенным гипертрейдингом картинка абсолютно ровная. То есть, никаких рывков абсолютно нету. Настройки те же самые. Так. Так. и видите теперь с гипертрейдингом процессора вон сколько у процессора в запасе мощности тогда без гипертрейдинга процессор был загружен на сто процентов теперь видите видеокарта загружена почти на сто процентов то есть разница очень значительная так на общем такая вот аналитика гипертрейдинг оказался совсем не мифом а вполне реально имеющие значение на производительность технологий вот опять же это не значит что она абсолютно везде будет прибавлять скорость она будет прибавлять скорость там где мощности процессору не хватает без гипертрейдинга если без гипертрейдинга процессору не хватает мощности то включив гипертрейдинг вы получите некий прирост а если процессор и без этого и без гипертрейдинга как бы у него есть резерв, то что включай его, что не включай, разницы не будет. То есть вот я хочу уточнить то, что я сказал. Я сказал, что на Core i3 будет разница в тех играх, которым не хватает мощности Core i3. Но тут можно уточнить то, что современные игры, им почти всем будет не хватать мощности Core i3. Поэтому там как раз везде будет гипертрейдинг давать ощутимые приросты. Собственно, я вот 4 игры протестировал, и там везде есть прирост. Причем значительный, кое-где прям очень сильно значительный, как в кризисе третьем. А если у вас стоит Core i7, то вот там гипертрейдинг, скорее всего, не будет проявлять себя в играх, потому что он даже без гипертрейдинга довольно мощный. Его мощности как бы будет хватать с лихвой, и у него будет оставаться резерв. А тогда, если без гипертрейдинга его мощности хватает, и у него там есть резерв определенный, то там что включай, что не включай его. Разница для игр не будет. Для других приложений, да, там, которые задействуют сколько угодно ядер, сколько угодно потоков, там, кодирование, монтирование, архивирование, а там, да, опять же, даже на Core i7 будет прирост. В любом случае гипертрейдинг — это офигенная вещь, как бы полезная, что на Core i3, что на Core i7, и то есть это лишним как бы никогда не будет. Как бы тут нельзя сказать, что это маркетинг, потому что, если бы, допустим, Core i3 были версии без гипертрейдинга и с гипертрейдингом, то есть именно процессор, на котором вообще нет гипертрейдинга, и на котором он есть, тогда можно было как бы заподгрозировать, что это маркетинг. И опять же, если бы этот гипертрейдинг не влиял особо на производительность, но тут, как мы видим, он влияет, это первое. И то, что Core i3, они все с гипертрейдингом, Core i5, они все без гипертрейдинга, но Core i7, они тоже все с гипертрейдингом. Поэтому тут, как бы, нельзя говорить, что это маркетинг, и это первое. И второе, то, что они реально влияют на производительность. Поэтому вот такой, как бы, довольно неожиданный, интересный результат получился, я реально сам не ожидал. То есть больше года процессором этим пользуюсь, и, как бы, до этого ни разу не задумывался о том, чтобы проверить влияние гипертрейдинга. То есть я изначально его включил, точнее, он по умолчанию вообще в материнской плате стоит, как бы, на автоматическом значении гипертрейдинга. То есть он изначально был уже включен, и я его, как бы, не думал проверить, допустим, без него. Вот. И только сейчас вот реально пришла идея его протестить, и вот такой вот результат. Вот. Я думаю, кому-то будет интересно, потому что в YouTube есть тесты на i7 без гипертрейдинга, а вот на i3 подобных тестах я что-то там не увидел, поэтому надеюсь, кому-то будет интересно. Вот. Ну, в общем, вот так.